Как разрезать ответ на две части? Вот у нас есть ответ. Мы хотим разрезать его на две части. Потом, может, мы сам узнаем, научим. Вот есть какой ответ. Что мы делаем? Можно провести окружность с равенцем двенадцатого отрезка при окружности. Центром в этих точках. Да, давайте. Так? Ну, она не вообще окружность, ну ладно. Так. Да. Да. И, да, тогда эти две точки. Угу. Выяснили какие-то нормы ответов. Вот эта точка будет светлой на две ответы. Да. А почему это будет так? Серединный? Серединный, да. Потому что этот точек равен, то ли она отсюда и отсюда. Значит, она же везде динамика, тем более. Да. И эта точка равенцем равенцем. Отсюда. Поэтому эти мистические динамика проходят через эту и через эту. И знаешь, что мы его можем нарисовать? А раз мы можем нарисовать, ну вот это и будет та середина, которую мы сам нашли. Да. Ну ладно. Я считаю, что на этом позитивном моменте мы можем как раз сегодня закончить. И считать, что мы можем нарисовать здесь устроить. Там еще есть разные задачи, наверное. А на третьей части? Или на четыре? На четыре. На четыре. А это как на четыре части? А вот так же, только еще, каждую такую половинку, и еще пополам. Каждая из этих половинных тресков, вот так пополам. Значит, эта задача сходится предыдущей. Мы, может быть, на три части, а затем еще раз эту применяем предыдущую, и вторую часть делим на на три. А на три нельзя? На три нельзя? Вообще нельзя. Можно, но... Цирк или лимейки на три нельзя? На три? А, можно. Если при помощи цирка или линейки, то я беру как-то... ...три раза этот отрезок... Три раза этот отрезок... ...три раза этот отрезок...